Нелли Шуман заведует отделом, в котором работают, пожалуй, самые красивые девушки дворца. Начинала свою творческую карьеру она во дворце огнеупорщиков в 7 лет в драматическом кружке. И всегда ей доставались самые яркие характерные роли. Одной из самых любимых осталась в воспоминании Бабы-Яга из спектакля «Витя и Маша против диких гитар». Несколько лет Нелли работала с детьми, проводила праздники и беседы. Сейчас она заведующая отделом культурно-досуговой деятельности. Одаренность, огромное желание работать, создавать чувство ответственности, обязательность. Эти качества помогают ей в работе. Законченное образование, Челябинский государственный институт, сейчас Академия культуры и искусства. Именно факультет очень подходящий. Наверное, из-за образования, да и вообще опыт работы у меня гораздо больше, чем у других. Восемь лет поисков и кропотливого труда, игровой деятельности, самообразования помогли юной женщине найти себя, свое место в жизни. Снегурочки и бабки-ёшки – это, конечно же, наша дополнительная разрядка, так скажем. Это то, что у нас осталось с детства. Это наше любимое занятие. А вообще, конечно же, работа наша не в этом совершенно заключается, а действительно в мощной организации досуговых мероприятий, в написании сценариев, в подборе материала. Это трудно построить систему, потому как я еще совсем недавно заведующая отделом. Но все зависит от опыта. Я здесь, раз я здесь живу с детства, я уже знаю всю атмосферу культуры. Из-за этого как бы, ну, получается все. Саманели считает, что без творческого роста в культуре работать невозможно. Каждое новое мероприятие ей хочется сделать более удачным, чем предыдущее. Открытие творческого сезона 2001-2002 – это ее программа. Самое лучшее, по мнению автора. Оно собрало в себе все коллективы Центра культуры, самые лучшие номера. Дети приходили с родителями очень восхищенные. Это был действительно праздник большой. Ну, все коллективы, какие возможно там участвовали. Большой пышный детский праздник. Я вообще изначально была методистом по работе с детьми. И поэтому, ну, это, ну, это тоже моя душа. Это, 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 что я очень люблю. Вся жизнь Нелли Шуман проходит здесь, во дворце. Здесь же работает звукорежиссером в техническом отделе ее супруг Олег. А начинал когда-то тоже Дедом Морозом. Олег Шуман работает во дворце культуры металлургов 4 года. После школы устроился в модельную мастерскую НТМК, затем трудился в рельсобалке. И параллельно во дворце культуры огнеупора занимался звуком, как любитель. С детства он чинил аппаратуру, читал журналы. Здесь же, во дворце культуры огнеупор, он встретил негаданно свою судьбу. Случайно попал в ДК ОГП с друзьями. У меня друзья там занимались. И случайно познакомился с девушкой, тогда еще методистом. Она была в огнеупоре. Снегурочкой там была. Все, начал ей помогать. У нее был театральный коллектив. Начал помогать театральному коллективу. Писать, пытаться писать фонограммы. И работал в новогодней компании, работал. Два года Дед Морозом был вместе с ней, Снегурочкой. И так потом потихоньку перешел. Работал раньше в рельсобалке, перешел. Потом вводился с рельсобалки и перешел в ДК. В НТМК уже работать звукорежиссером. В те времена и аппаратура была попроще. Мастерства было поменьше. Но было главное – желание работать. Начал работать диджеем. Помогал. Приходил сюда, помогал. В ВГП еще, да? В ВГП, да. Это вот еще, я говорю, в рельсобалке еще доработал. Перед сменой приходил, вел дискотеки. Ночью уходил на работу. Утром приходил обратно на работу. И вот работали, было очень тяжело. А все сразу вот так гладко пошло? Нет. Гладко не было. Надо было учиться. Учиться еще раз, учиться на своих ошибках. Да, приходилось доходить своим умом. Еще кое-что. Тут смотрел, приходил в ДК МТМК. Сюда смотрел. И потихоньку. То есть желание было? Да, желание было. Работать, работать еще раз. Работать это очень сложно. В первое время накладок, как говорят театралы, было много. Аппаратура могла отключиться посередине спектакля. Чинили на ходу. Сейчас, учитывая опыт, работают наверняка. Неоднократно проверив все до мелочей, да и жену подвести неловко. Олег обслуживает все мероприятия, проводимые супругой. И дома, и на работе обсуждаются интересные находки. Ну, дома садимся за чашечкой чая. Начинаем обсуждать. Неля пишет сценарий. Начинаем обсуждать сценарий. Тут же подбирать музыку. Какую фонограмму можно сюда включить. Она свои предложения дает. Я по сценарию иногда свои предложения приношу что-то. На ходу уже додумываем, придумываем. Подрастающая дочь получает эстетическое образование во дворце культур Металлургов. Рядом с мамой и папой жизнь кажется ей сказкой, участницей которой ей довелось стать. Она вышла в первый раз на сцену в полтора года. Это была не роль, это было открытие праздника семейного, который проводил отдел культуры Тагилсуровского района. И мы вышли всей семьей, чтобы открыть. Как бы этот пролог был праздничный, такой замечательный. Под великолепную музыку она вышла с воздушными шарами. Около мамы и папы стояла. Ничего, конечно, не говорила. Но было море аплодисментов. Творческий путь всех методистов культурно-досуговой работы дворца только начинается. Но они уже многое умеют. Главное, им есть у кого поучиться. Вера Федоровна, я с ней с детства. Вот как раз семи лет я ее знаю. Всегда она как будто бы вела меня незаметно за собой. Это, конечно, сейчас проявляется особо. Но в детстве я это только ощущала. Очень приветливая, замечательная женщина. Это идеал просто мой. Просто женский идеал. И как вот говорят, идеалов нет. И с годами, сколько бы я ее ни знала, все равно что-то раскрывается. Что-то, ну нет идеальных людей тем более. А она для меня остается идеалом. Вот это загадка. Она для меня загадка, конечно. Как руководитель, действительно масштабный, мощный, деловой и всегда актуальный. Всегда. Несмотря ни на что. Методисты – это важное и сильное звено дворца культуры металлургов. Этим отделом много лет руководила Наталья Перезолова, нынешний заместитель директора Центра культуры и искусств Открытого акционерного общества НТМК. Наталья Павловна – главный мой учитель во всем. Конечно, в творчестве прежде всего. Она со мной работала. Когда я поступила только в институт культуры, занималась у нее в театральном коллективе, работая здесь параллельно. Всегда мы все делаем вместе. Особенно сейчас, будучи зафотделом. Она мой наставник первый. Вообще, самая большая звезда Центра культуры. Очень славные, с открытыми улыбками, методисты культурно-досугового отдела Большие Труженицы. Только за последний предюбилейный год ими было проведено около трех тысяч мероприятий. Глядя на них, невольно вспоминаешь крылатые комсомолки, спортсменки, красавицы. Ну, конечно, внешность, это важно в нашей работе, непременно, несомненно. Но это не основное далеко. Во-первых, мне важно, могут ли они, как мы уже пользуемся этим словом, рождать что-нибудь, идеи различные. Могут ли они видеть праздник в общем, могут ли они построить программу правильно. Это вот основное, чего мы добиваемся с Натальей Павловной от девочек. Неудачи, несомненно, они есть. Мы каждое мероприятие стараемся анализировать, какие-то выводы свои делать, девочкам замечания различные, комплименты непременно. Стараемся делать так, чтобы каждый методист, культорганизатор, участвуя в мероприятии, не пассивную роль нес ведущего, который вышел, красиво сказал, а прежде всего режиссера. Это как бы главное наше направление, к чему мы вообще все идем. Праздники, беседы, концерты, конкурсы, фестивали, шоу-программы, гостиные. Сколько простора для творческого роста, для расцвета таланта. После каждой программы виден результат труда. Счастливые и веселые лица зрителей. Есть уверенность. Они непременно придут в дворец металлургов еще и еще раз. Мы работаем в прекрасном дворце. Нас окружает замечательный коллектив. Мы приходим сюда как домой. Это наш второй, а подчас и первый дом. Здесь растут наши дети. Здесь мы женимся, здесь мы влюбляемся. Он опять небес темнее твысь. Снова с вами здесь мы собрали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова